Скоро это здание приобретет обновленный вид. Из невзрачного и серого оно превратится в яркое и солнечное. Дом номер два на улице Циолковского построили в 1939 году. Ремонт был, но давно, и потому здание нуждалось в обновлении. Скоро его фасад перекрасит, установит защитные экраны на балконах, при необходимости заменит половое покрытие на них, восстановит несущие конструкции. Ремонт ведет компания «Экономный дом». У нас входят работы по ремонту самого штукатурного слоя, по краске, нанесению, соответственно, ремонта. Когда штукатурка производится, мы потом наносим фактурную штукатурку с усилением, с сеточкой. Соответственно, производится ремонт балконов у жителей, замена входных дверей, замена отливов. Ремонт начали в августе. Мокрые работы планируем завершить буквально в течение дней десяти. Мокрые работы включают в себя именно штукатурные слои нанесения штукатурных слоев и окраску. А все остальные работы, то есть замена отливов, ремонт ограждений балконов, это мы планируем числа до 15-го, примерно, октября. Решат, вы говорили о том, что здесь произошел еще разлом несущей конструкции. Расскажите, как вы будете его устанавливать, что будет для этого делаться конкретно? Соответственно, в тех местах, где у нас произошло разрушение несущей конструкции, либо разрушение стен, мы будем производить ремонт методом вычинки. То есть, соответственно, разбирать старый кирпич, устанавливать новый кирпич, делать армопояса и, соответственно, заново штукатурить, чтобы защитить конструкцию от дальнейшего разрушения. С балок снимут штукатурный слой, очистят, усилят и обновят арматуру и защитят новым штукатурным слоем. Ремонтная работа как-то повлияет на привычный образ жизни жильцов? Нет, это, в принципе, мы проводим эти работы, так как они у нас состоят в капитальном ремонте. Капитальный ремонт направлен на восстановление дома, его первозданный вид. Соответственно, чем мы и занимаемся. Мы просто приводим дом в порядок, и чтобы потом больше не было ни разрушений, и дальше эксплуатировались управляющие компании в соответствии с законодательством. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.